Ты познал, дай вечер, вечер, колдовство твой, проклятый дар. Дикий, долгий, ночной угар, лютый ненавистик пожар. Привет, у вас с вами Мигас, продолжается Ведьмак, для всех страждущих пели видосы днём и ночью. Так, ладно, блядь, как вы меня задолбали перебивать, ладно, что ты хочешь? Ты похож на Броно, на Броно из сериала Игра Престолов. Вообще в книге он Броном, по-моему. В жопу долбанный сукин сын жрёт землю. В жопу долбанный сукин добанный, с ошибкой написали. Скворец, Страген, в жопу долбанный сукин сын. А, нет, в книге, кстати, его звали Брони. Полное имя Бронон, Брони. А, ну, встречал я одного Страгена. Встречал я уже одного Страгена. Да ты чё? Надо думать, не человек был, а дерьмо. Приличных людей таким именем не называют. Не скажу за всех Страгенов, но тот и правда был мерзавцем. И конец его ждал приотвратный. Ты прикончил, ублюдка! Я так и знал! Это сделали друиды. Его сожгли живьём. Вот и чудненько! А кузнец-то чудной. Меховая жилетка, кожаные колготки, татухи какие-то, блин, ручкой синий намалённые. Сможет ли меня кое-что сделать? Да, сможет ли меня починить мои мечи? Можешь ли меня кое-что сделать? Да какой надменный поц. Эу. Как тут? А, вот починить. Так, мне надо починить, значит... Вот это говно. А, во. За 314 починить всё. Сука, ну и цены. Обещал же скидку, мара мой. Так, давай лавка. Кто-то мне написал в комментах, что я долго копаюсь в инвентарях, что я долго то, долго то. А как ты хотел, чувак? Мы в Ведьмака играем или, блин, чё тут? Шахматы. Тут, знаешь, это... Перед каждым боем положено эликсиры пить, до знаки юзать, до медитации всякую. А ты хочешь, чтобы я тут молниеносно прям всех сходу рубал? Так дела в Ведьмаке не делаются. Нихуя у него денег. Прости, господи, за зависть. 10 тысяч крон. Чувак, ты не хочешь мне виллу помочь отремонтировать? Свой стуклинка. Что он делает? Получение адреналина. Ну, камни рунные, конечно, тут какой-то... Есть какие-то, конечно, говёные, но я пока не знаю, какие из них говёные, а какие нет. А, я потом с этим разберусь, что ещё ему могу продать, я не знаю. А, у меня там драгоценности всякие. И то их надо в крафт пускать вроде как, чтобы крафтить из них всякую бороду. Ночник, блядь. Это где-то я ночник присвистнул за одну крону? Господи, вот эта драгоценность. Вот. Вот это уже похоже на деньги. 75, 80. Всё, блин. Продам платву, куплю Мерседес. Да, да, 170, 182 за такое колье. Ну, тоже марамой, говорю. Ещё какой марамой? Всё, да? Всё, больше у меня ничего. Ничего ему интересного нет. У записки книжки он не читает. Наверное, и читать-то не умеет. Ебак кузнец. Его дело ковать. Так, и у меня теперь 5000 крон. Я могу купить занавески в свою виллу. До встречи. Облагородим своё гнёздышко. Обалдеть. Это, конечно, не вилла Эдсу стрелять, колотить аудиторы, но тоже нехерово. Так, и... Да пошла эта ганза. Спасёт. Лишь бы не сказали, это ведьмак, который сосёт. Странно, что все эти странствующие рыцари пристранствовали сюда после того, как я с Ганзой разобрался. Куча вы ссыкунов, блядь. Вы латы, зачем носите, засранцы? Кто вас в рыцаре принимал? Наверное, по блату, блядь. Наверное, у вас родственники рыцарей, сука. Чёртово мздоимство, грёбанное. Так, найти все чертежи, входящие в доспех. Школы кота. Так, школа котика. Я уже собираю тебе, что надо. Огненная что? Собака? Нахер надо. Ещё и стая огненных собак. Плотва, давай, только яйцами засукни, зацепись, пожалуйста, вывози. Бля, здесь эти, ёптвою мать. Да что ж за сука такая? Что ж всё... Не слава богу, плотва, блядь. Отлично, молодец, сучья дочь. Блядь. Лучше б я на осле скакал, как санчо-пансе. Ну, сука, светик, говноцветик. О, чёрт, блядь, ская твой дочь. Трактирные шлюки. Слушайте, а чё за херня? Это чё вообще, босс какой-то охуенный, что ли? Я просто в шоке, как он мне жопу набирает. Вот так вот. Сука, знает своё место. Овощ грёбаный, ни хера себе. Это тут зона поисков какая-то ещё. А, мне в пещеру, мне не надо было его бить. Не знаю, я ведьмак такой, вижу монстра, даю трендюлей. Так, и где-то тут вход в пещеру. Вон он. Блядь, чё они все эти ведьмаки по пещерам-то попередохли? Не могли где-нибудь на полянке, на солнечной? При свете дня, скопытиться. Обязательно надо было залезть в какую-то задницу и там помереть. Ну не мудакили, а? Так. Не то. А где это, блин, грёбанное зелье? Вот он. Так, I'm... Вот. I'm ready now. I'm go inside. Надо осмотреться. Сука, этот, причём, обладатель доспеха кота, как последняя сука, раскидал свои чертежи вообще по всему миру. Ай, ёбаный, насрал. Да что ж за хуета-то такая. Опять она. От инсектоидов где это, говно? Вампиров, призраков, драконидов, зверей. Инсектоидов. Не помню, против чего у меня меч намазан. Вчера дело было... О, блядь, ну луковицы зла, луковицы зла. Вот, блядь, какая. Охуеть. О! Хорошо сохранился, как жёг. Так и знало, отъебут, словно сердце чуяло. Блядь, вот эти вот, сука, цветочки вообще злые мобы. Это, походу, главная фишка этого дополнения, что здесь, блядь, везде эти... Покажи, что умеешь. Везде, сука, это говно. Цветущее, блядь, такая. Мамку-чупал. Вот это нахерачил. Чё ж ты сразу так на неё не напал? А потому что я пришёл сюда без зельё в тот раз. Вот, вы думаете, важно зелье юзать или не важно? Так, стопэ. Отличный сон дракона. Сейчас я, блядь, подорву. Тварь, блядь. Ей как бы похуй, отлично вообще. Растение, которому похеру на огонь. Ну, огонь, блядь. Так, меня травят, 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 травят же, тварь. Интересно, что из её лута можно крафтить, я не знаю. Это просто... Наверное, такие яды безумные делаются просто, бля, вообще. Эссенция из-под хвостика скунса, наверное, меньше отравляет. Так, что это у нас? Волкобой. А, а вот и последний привал. Александра какого-то. Фиал он тут вынюхал. И оставил мне свои гроссмейстерские шмотки. Я сжёг за собой все мосты. Быть может, я мог бы ещё вернуться, если бы не то, что я совершил убийство и забрал с собой эти гроссмейстерские чертежи. За мной наверняка уже гонятся. Остаётся надеяться, что если дело выгорит, я начну новую жизнь далеко на... А, это, блядь, его же бандиты убили. Это не ведьмак, это разбойник. Конец ведьмачьему ремеслу. Я не могу полностью доверять Делоне, тем более, что он попросил о встрече в логове бандитов. Чертежи я спрятал... Нет, это ведьмак. Чертежи я спрятал в пещере, в которую не войдёт ни один нормальный человек. Если всё происходит спокойно, я получу деньги, открою ему расположение тайника, а за дополнительное вознаграждение схожу с ним к лисьим ямам. А если мне не повезёт, но кто-нибудь найдёт эти записки, то пусть знает одно. Стоило убить своих, стоило украсть, лишь бы только бежать от этой паршивой жизни на пути. Каждому ведьмаку порой хочется бросить всё и уехать куда-нибудь. Ну, насколько я помню... Это решил добиться своего любой ценой. В этих чертежей нехорошая история. Я использую их на доброе дело. О какой-то школе ведьмак отзывался, что там ведьмаки сплошные убийцы и, дескать, не такие благородные, как он сам. Наверное, это была школа кота всё-таки. Так, а как насчёт доспехов Монтикоры? Очень хочется посмотреть, что за доспехи такие, потому что я о Монтикоре даже пока что и не слышал. Снова отчётливый запах. Что? Какой отчётливый запах? Ты что тут нюхаешь-то? Блин, полторы тысячи неизвестных измерительных длин. Так. Ёп твою ж налево да направо через Курумысла. Но здесь зато доска объявлений. А здесь ещё доска объявлений. И там уже недалеко. Ну, давайте. Но доски объявлений все любят, когда я читаю доски объявлений. Надо вместе посчитать доски объявлений. Так вот, возвращаясь к тому квесту на... Что это за хуйня? Рубайл почуял. А, это гномы, гномы, наверное. Рубайлы. И золото, наверное, с ними, нет? Нет, это не гномы. Это вообще орки какие-то. У Рукхая. А, люди. Татухи-то вообще блатные. А где ты такой? Собственно, хотел спросить то же самое. Рубайлами нас зовут. А ябланами вас не зовут? Случайно не из Кринфрида, Ротан? Именно что? А ты откуда знаешь? Золтан, хивай. Геральт из Риви. Я ведьмак. Знаю ваших собратьев по ремеслу. А, не щуку. Это из рассказа про Золотого дракона, по-моему. Да, уж и членом орудуешь. Да, уж и членом орудуешь. Добро. Сделаем так. Пойдем на гады в пятером. Бести должно быть страшно ядовитое. Нам лишние руки не помешают. А награду мы уже от гильдии приняли. Так поделим по справедливости. Ну как, уговор? Господа, что я слышу? Вы собираетесь убить Якасту? Этого быть не может. Это создание под моей охраной. Если дело в награде гильдии, то я заплачу. Заплачу двойную цену. Вы не можете убить последнего представителя вымирающего вида. Заплатишь, значит? За то, чтоб мы ничего не делали? Вот это новость. Ну что скажешь, сударь профессионал? Я слыхал, это бести уже пятерых сожрала. Пойдем вместе на чудовища и не будем убивать Василиска. Блядь, что делать, что делать, что делать, что делать? Давайте не будем убивать Василиска. Он все-таки последний. Мы не будем убивать этого Василиска. Ведьмак защитник чудовищ. Видали, мужики? Какое диво. Сам в шоке. Эх, не будем сегодня рубать гада. Но, но ты что-то там о деньгах вроде говорил. Говорил, и слово свое сдержу. Мне тоже доляну-то не забудь отманцевать. Бля, у него одни телки наколоты, пиздец. Твоя доля, ведьмак. Ха, самая плевая работа за всю мою жизнь. Бывай, ведьмак. Забавно было с тобой поработать. Бывайте, мужики. Я его один убью. Спасибо вам, что пощадили Иокасту. Я постараюсь, чтобы она никого больше не съела. В этот раз старайся получше, чтобы больше никто тут не шлялся. Так и сделаю. Я бы хотел дать вам еще чисто символическую сумму за спасение Иокасты. Если бы не вы, Рубайлы бы ее убили. То есть... То есть... Никакого квеста. Она не заколдованная принцесса. Она не заколдованная твоя жена. Она вообще никто. Обычный Василиск. Думаю, она скоро вернется. Обязательно. Она всегда возвращается. Я даже догадываюсь, куда она полетела. Я выяснил, что она нашла себе нового партнера. Правда, это обычный Василиск. Не оторвет ли она тебе башку? Не заинтересный. Но вдруг из этого что-нибудь получится. Может, Иокаста отложит новые яйца. И возникнет новый вид? Лучше не надо. Прощай. Задание выполнено. Не, так неинтересно. Так дело не пойдет. Хуйня полнейшая. Где мое сохранение? Вот оно. Я просто думал, что возможно, что серебристый Василиск, он как и золотой дракон из книжки. Это кто-то что-то, ну, такое вот. Ну, золотой дракон, это был человек, короче говоря. Ну, или он умел принимать форму человека. А вот серебряный Василиск в данном случае, это просто Василиск серебряного цвета. Просто, сука, серебряный, блядский Василиск. Поэтому ему пиздюлей навешать, ну, почти святое дело. Почти святая обязанность каждого ведьмака. И если, ну, никакого... Бля, ну, это как в Dark Souls выбирать, биться с боссом или не биться с боссом. По идее, крутые пацаны в живых никого не оставляют. И раз уж здесь тоже такой квест на битву с Василицком... Минуточку. А, это реликт, да, Василицкий реликт. Против тварей, против проклятых огров, реликтов. Now I won't kill you. Василискус. Да-да-да, Рубайлы, Рубайлы, мы вас... Собственно... Рубай! Рубай! Да-да-да-да-да-да. А что, а им не холодно? Рубай, он-то. Геральт из Риви. Да-да-да-да, Геральт из Риви. Хорошо-хорошо-хорошо, я понял. Бля, его лицо просто пробивает меня на поржать. Почему он не на нарах? А то, чтобы мы ничего не... Василиска надо убить. Вместе мы с ним быстро разберемся. После всего, что я рассказал об Акасте, вы ее уничтожите? Вы пожалеете. У меня есть связи. Все узнают, что вы убили последнего Василиска. Очень жаль, сударь Десальварес. Чудовище есть чудовище. Серебристое оно в клеточку или в горошек. Последнее или предпоследнее. Это опасный хищник, который убивает людей. Абсолютно. Абсолютно. Правда, теелки вас возненавидят. Я знаю многих из них. И расскажу, что вы сам бездушный монстр. Вам наплевать на равновесие в природе. Вы им на вес золота будете платить. Какое счастье, что я у них нихера не покупаю. Добро, мастер ведьмак. Как биться будем? Можем бить него из арбалетов. А ты будешь его мечом отхаживать. Или двинем на него все хучи и вместе его завалим. Решай. У тебя опыта больше. Не, ну чувак, мне жаль твоего Василиска. Но он... Держал бы ты его под контролем. Пойдем вместе, так веселее. Или не дадим ему улететь. Я вот не знаю даже, что лучше. Не, давайте вместе ему пиздюлей накатим. Пойдем вместе. Только не лезьте мне под меч. Ладно, мужики. Вы профессионалы слышали. А вы типа любители. Все прекрасное чудовище в гнезде нет. Сперва надо ее выследить. Не обязательно, Геральт, не обязательно. Мы уже провели разведку. Купцы используют танин, чтобы приманить гадину. А мы что, не можем? Используют танин купцы? Зачем? У вас есть танин. А чтоб ему у нас не быть. Пожалуйста, польешь? Сейчас чувствую, прилетит такая хуерга, что я отсюда, бля, буду... На платве сдрискивать, сверкая подковами, блян. Испачканными в говне, потому что платва тоже со страху, вероятно, обосрется. Логовые Акасты. Да он ее так назвал, или это название вида? Она разве серебряная? Обычная какая-то тварь. Уродичная. Фу, блядь. Опа, опа, пацаны, рубай, рубай ее, нахуй. Ничего она кровотечения вешает. Не отпускай его. Это вы его так из арбалета собирались стрелять? Ну вы и косые. Вот это его воротик. Пипись ему в ротик. Ах ты, сука, такая падла, говно. Ну где рубайла? Это что они не рубают ее? Демоны, сука. Ой, там на 3000 залетела я их в пачамбу. Не, говно, босс. Не очень сложен. Совсем изи. Изи, изи каточка. О. Я касту. У нее еще кровотечение там какое-то безумное открылось. Она еще кукарекает. Кто там жопой к Василиска собирается заниматься? Блядь. Изрут долбаный. Ну, он почти не мучился. Хотя нет, мы его забивали просто. Забивали мы его долго. Вот и свезло же нам драться бок о бок с настоящим ведьмаком. Красиво же ты этим мечом вымахиваешь. Ты говорил что-то про награду от гильдии? Хе-хе. А ведьмак-то не мелочица. Сразу, видать, профессионал. Пожалуйста. Вот, поярвали. До последнего гроша вся как договаривались. Мы себе возьмем парочку этих вот чешуек и хвост в доказательство для гильдии. Мы про тебя шепнем доброе слово кому следует. Чтоб тебя торгаши с ценами не обижали. Спасибо. Счастливо. Бедная моя Иркаста. Стальной мечи руженосца. Зарезали. Безжалостно зарезали. Слушай, ну, с одной стороны мне жаль твое реликтовое животное, но с другой стороны, понимаешь, вот, ну, в принципе, людей мне не очень жаль, особенно в игре, но, бля, еще и башку ему отхуярили. Вот силиску, бля. Ну, она жрала людей, понимаешь, семьи оставались без кормильца. Бедная моя Иркаста. Зарезали. Безжалостно зарезали. Блядь, чувак, заведи себе кошку, я не знаю, иди в жопу. Отмороз. Нашел тоже, блядь. Крокодила бы еще себе завел. Я помню, в начале нулевых, давно уже нет, я даже не помню, когда это было, рассказывали про семью то ли дрессировщиков, то ли хуй знает кого, которые льва вырастили. Львенка в квартире держали, ну, или дома где-то у себя, не помню уже эту историю, но в один прекрасный день лев взбесился, короче, и почти всю семью зарезал, вырезал. Ну, одна девочка выжила, по-моему, или один мальчик, короче, не на ребенок, а родителей. Родителей лев порешал. Вот, не знаю, кстати, надо погуглить, правда, эта история или байки какие-нибудь. Ну, так вот, по поводу квеста на ведьмайщие мутации, почему я скажу, что квест говно? Ну, во-первых, он не очень интересный, во-вторых, можно было его обыграть таким образом, что Геральт встречает какого-нибудь взбесившегося ведьмака, вообще неадекватного, но очень быстрого и очень сильного, то есть усиленного мутациями. И обыграть сюжет так, что отец ведьмака хотел его вернуть, короче, накачивал, ну, пытался его чем-то там накачивать, откачивать, хер его знает, но в итоге сделал только хуже, и, тескать, сын убил отца, и вот, а Геральт... А Геральт нашёл его записки, типа, и смог себя улучшить, победив, естественно, вот этого супермутанта. Ну, что-нибудь типа того, а иначе получается, что он пытался, пытался сына своего обратить, и всё. А потом бросил пытаться и ушёл, заебись, вот это интересно. А куда сын делся, над которым там эксперименты стояли? Чё, просто ушёл, что ли? Да здравствует княгиня Анна Геральта! И что это был за ведьмак, не говорится, то есть немножко недопилено, немножко недобито, можно было сделать ей получше. Так, Куралистка предлагает широкий спектр деликатесов, нелегарской кухни, у нас можно попробовать вкуснейший паштет из зайца, знаменитый раковый суп и овощи, собранные под солнечным небом империи, доступные цены. Да здравствует император Имгир Кумганзаде, как я его назвал. Пидоры! Каждый, у кого есть чё-то общее с винодельник, краната, тот хер моржовый, пускай ему ёбывает. Ой, классно. Картины с видами. Я выпускник художественного факультета университета в Оксенфурте, предлагаю картины с вашим изображением на фоне горных пейзажей Тусента. Время позирования зависит от размера картины и количества деталей. Цена договорная, ищите меня на главном рынке Огюст Бенуа. А это не он, блядь, мою херню намалевал, которую теперь надо выкупить, чтобы не позориться. Ищем няню. Вдова странствующего рыцаря. А, понятно, ещё один. Ещё один насовершал подвигов. Ищет няню для детей 7-4 лет. Требование приятное наружность, культурное обхождение, отсутствие каких бы то ни было вредных привычек. Великое терпение. Антуанетта де Нурагус. Умер яйцо. Чё? Конюший по имени Яйцо испустил дух во время самовольного похода на чудовищ. Умер, не оставив ни семьи, ни единой близкой души. Он хотел быть героем, пусть же ему земля будет пухом. Всем заинтересованным сообщаю, что погребение состоится через 3 дня. Яйцо будет похоронено по обряду лебеды. Предупреждение. Работники винодельные Верментино трахают собственных мамок. Один даже собственного отца. Тут пидор и винодельные крана, там, блядь. Мне кажется, тут две винодельни где-то воюют. Там вот рядом квест, я думаю, это про них. Блядь, работники винодельные Верментино трахают собственных мамок. Один даже собственного отца, блядь. Блядь, это... А я не могу, блядь. Фу. Ой, блин, дайте сохранюсь в жопу. Опять какая-нибудь херня случится. Из кранаты? А она Матильда из Верментино, нет? Ну, давайте, скажите. Да-да-да-да, это они друг про друга пишут. Красавцы, блядь. С печальными результатами. Вашу кислятину пить невозможно. Поэтому мне, а не ему, вы должны продать Бельгард. Как должностное лицо, я действую от имени княжества. А Бельгард сейчас собственность княжеской казны. Пидор. Главный казначей высказал личное пожелание, чтобы Бельгард попал в руки ответственного собственника. А говорят у вас обоих большие неприятности в ваших собственных владениях. И пока вы с ними не управитесь, о продаже Бельгарда и речи быть не может. А, ведьмак может себе Бельгард купить, значит, стало быть. Ну и что? Доволен теперь? Все из-за тебя. Из-за меня? Да ты с ума сошла, девушка. Люди, слушайте. Объявляю, что Матильда де Верментино проклятая психопатка. Проклятая, может. На проклятую она не похожа, но она очень разозлилась. Ты, должно быть, ей здорово насолил. А ты откуда знаешь? Ты большой знаток женских душ? Укротитель строптивых? О, да. Именно такой. Более того, я ценитель. Ну тогда, вижу, мы договоримся. Слушай, а вот эти мечи, ты их для парада носишь? Или и махатими умеешь? Ты предлагаешь ее... Это мое орудие труда. Я ведьмак. Ты работы случайная не ищешь? Видишь ли, я хочу купить винодельню Бельгаард. А эта крыса канцелярская ее не продает, пока у меня в коронате неприятности. Смотря какие неприятности. В общем, там все не здорово. В посадках завелись какие-то чудища. Мой управляющий пропал вместе с целым транспортом вина. Кто-то похитил травницу. Порядочное несчастье на одну винодельню. Да, видать, не твой год. Знаешь, что я думаю? Я думаю, это все Матильда. Ее рок-дело. Личико у нее сладенькое, а нрав как у дьяволицы. Так что, поможешь мне? Я думаю, ей надо вдуть. Да. Я могу этим заняться, но не бесплатно. Ну, разумеется. Какая твоя ставка? Вау. Ну, давайте выморозим у него хотя бы 800. Ну, ладно, 670. Да? Блядь, ладно. Надо было его до нитки обуть. Обуть. Ты точно не заблудишься. А теперь, прости, надо поговорить с писакой. Может, еще что из него выжму. Раз он винодельню собирается купить, парень явно при бабосах. О. Бонжур. Русалочка. Че, подслушаем. Че это он ей показал? Зигу хотел кинуть, что ли? Ты ведьмак, правда? Я слышала, как ты разговаривал с этим болваном Лемом. Кошмарный тип. Такие вот хуже всего. Дерзкий взор. Морда, как у эльфского полубога. А сердце подлое, черное. А, неважно. Не как у них любовь складывается, что я тоже хочу купить Бельгард. А в моей винодельнии, Берментино, в последнее время дела, прямо скажем, не очень. Какое стечение обстоятельств. Да какое там стечение. Я уверена, это Лем решил подложить мне свинью. И не одну. Блядь, че ж люди-то бухают, если одни неприятности на винодельне. У меня в сердце подальстанным образом исчезли. На делянке завелись какие-то кровожадные растения, которые людей жрут. На павлине им таку тоже неспокойно. Да, блядь. И дело в том, что если я не управлюсь со всеми неприятностями в Берментино, никаких шансов выкупить Бельгард у меня не будет. А потому давай ты поможешь сперва мне, а потом уже и Лему. Я заплачу в два раза больше него. О, как. Так, она сказала в два раза больше. Ну вот он собрался мне, по-моему, вот столько полтануть. Ладно, будь по-твоему. Я помогу тебе. Хотя бы попробую. Чудесно. Ты не представляешь, как это для меня важно. Моя винодельня к западу отсюда. А его где? Я опять уже забыл сразу. А я пока здесь побуду. Надо проследить, чтобы Лием не выкинул какой-нибудь номер. Ну гнезда на полях я уже видел. Это, видимо, и есть их винодельня. Черт. Я теперь тоже винодел? Кстати говоря, может просто обоссать им кусты, да и ладно. Так, ладно, плотвичка, поехали дальше. Уже ни хрена, пока я с ними разговаривал, уже утро наступило. Кстати, о животных и о том, что их... Не торопись. Лучших товаров не найдешь во всем тусенте. Да я и смотрю, какой ты солидный предприниматель. Помню, читал в интернете рассказ про быка, который на бойне заплакал. И ни один мясник не согласился его забивать. И в итоге на бойне оставили жить этого быка. Вот такая вот борода случается. Так, а что это такое здесь? Бутылки из-под вина, штатки еды. И что это за значок? Я бы съел фуагра. Жирненькая, с ничком, с зернышками горчицы. Добрый день. Чужак тоже может поучаствовать или это только для своих? Вали отсюда, манда. Комань ими прыжками. Повежливей, пожалуйста. Ну вот и конец. Хватит болтать. К бою. Блядь, рукопашная хуйня опять. Рукопашка мой конек, блядь. Блядь, а Геральт не может наносить как-то побольше урона? Этот работник-то накачанный. Я так не играю. По стопам пророка лебеды? Пиздюлей. А до этого ты мне ничего отвешивал, чувак. Ау, блядь. Что это может быть? Что это может быть? Это нам пизды дают. Вот что это может быть. Хиляйся, сука. Жри мясо сырое. Белки. Блядь, нихуя он резкий. День спустя. Я целодень в нокауте провалялся. Да, заебись, Геральт. В рукопашную, блядь, умеет вопрос решить. Конь педальный нихуя, блядь, не спас. Отлично. Чего за нахуй за задание, блядь? По следам пророка лебеды. Я не вижу, что это за задание такое. Принести собрание лавганьят. Чего это за хуйня была? Блядь, пидорасы. Ну ладно, сука. Я думаю, все дело в том, что... Блядь, я хожу в легких доспехах, а драться в них на кулаках... Ну, они дают криты, они дают отравление, но, блин, не от удара, кулаком же. Поэтому имеет смысл... Во-первых, нарядиться в тяжелую броню Равикса из Черторога, коли уж у меня нет брони Медведя с собой. Во-вторых... Во-вторых, блядь, что за метка? Что оно значит? По следам пророка лебеды. Хуй знает, что это такое. Во-вторых, я надел меч, который из Диэлсишки, который в виду в пирожки превращает и помогает хиляться. Участвовать или это только для своих. Мам, да. Повежливей, пожалуйста. Я тебя сейчас отвешу, пиздюлей. Этот драться не умеет. Охуенные прямые у того, у второго. Блядь. Нет, вообще, это тоже нихуёво. Вообще, чё-то странно. Дамага я по ним вообще не ношу. Может... Может, их и нельзя победить? Так быть нечестно, я так не играю. А, вот так вдвоём честно, что ли, заебись? Ну вот и конец, сударь-ведьмак. Откуда они узнали, что я ведьмак? И не страшно же. Блядь. Петух, сука. Это, блядь, как Гаргуль и в Дарк Соулс. Главное... Ебать, ввалил всё-таки, а. Так, одного соскладировали. Давай хуй зажмёшь. Иди, иди сюда. Тут выбор, два быстрых или один сильный удар. На нахуй, в еблище. Сука, чё, черти галимые, но... Святой Лебеда послал мне тебя. Надо быстро починить телегу. Меня ждут на стройке. Прощай. И чё, всё, типа, у них попойка закончилась? День спустя. А, они статую строят? Богоугодное дело сделал. Странно, день прошёл, аликсиры не кончились. Всё. Вот я и говорю, в чём... В чём, собственно... Дело и было в том, что... Надо в тяжёлое надеваться, брать меч, который... Хилку. Единственный доступный в рукопашном бою хилки, это еда. Вот. Поэтому этот меч как раз лечение едой и усиливает. Блядь, это не то задание. Нахер он мне нужен. А, доспеха школы волка. Кстати, школа волка тоже... Мне, в общем-то, кроме школы грифонов, все сгодятся. Школа волка, она тоже из дополнения, по-моему, да? И очень крутые доспехи. Я не знаю, которые из них тут лёгкие. Ну, потому что я на быстрые удары заточен, поэтому мне и броня нужна лёгкая. Медведь, это сильные удары, насколько я помню, и... В смысле, тяжёлые доспехи и удары, блядь, эти, медленные. Ой, блядь, я не знаю, там по дороге будет ли ещё что-то интересное. Тут, как видите, можно в любом месте встретить рубайл, который предлагает тебе пойти в Василиска на мясо зарубить. Винодельная Кастеллировелло. Это не одна из тех виноделин, которые меня наняли разгрезть. Разгребсти. Интересно, а можно как-то одновременно их обе зачистить, чтобы они прям вот помирились? Это был хэппи-энд. А это что такое? Заказ винодел. Да, вот, смотрите, тут пяти шагов не пройти. Пяти шагов не пройти, чтобы... А что это за гнад? Нами вы будете в большей безопасности. Винторговец? Ничего. Ты меня звал? Что такое? О, у нас тут ужасная беда с пауками. Позови бабу с метлой, зачем тебе ведьмак? Да вы не поняли, пауки огромные. Собаку ростом чёрные, такие волосатые. Пауки не плюются. В таком случае это не пауки, а арахноморфы. Да зовите как хотите. Разберитесь вы с этой мерзостью, ладно? Из этих пещер вышел бы отличный склад для бочек, если б не эти твари. Пф, блядь. Сначала главное. Обсудим мою награду. Да, мне надо ещё занавесчики в курвобьянке купить. Чего 150 монет? Ты чё жлыга? Я знал, что мы договоримся. О боже. Вот это вы видели? Ему на дантиста, по-моему, деньги пригодятся. Чувак, я за бесплатных убью. Арахноморфы очень быстро размножаются, так что лучше решать проблемы в зародыше. Я этим займусь. Ай, блядь. Чёрт бы тебя побрал. Тебя и твоих арах на, блядь, морфов. Таковы кто такие? Граф Бли... Граф Блидель? Господа, я тронут вашей заботой. Но этого дня я давно ждал. И позвольте мне прожить его так, как я сам запланировал. Какого дня? О, а вот кажется и мой проводник. Моё почтение. Приветствую, Белый Волк. Полагаю, ты видел моё объявление? Ну да. Губер, раз ты здесь, то наверняка видел. Ай, ёб твою мать. Позволь представиться, граф Беллидель. Большой почитатель твоих свершений. А я не помню, что тебе надо? Ведьмаки не часто такое слышат. Но, ваше сиятельство, вы пойдёте с одним ведьмаком? Этот парень десяти стоит, но экспедиция. И без того излишний риск. А если вы нас не возьмёте, это уже при всём уважении сумасбродство какое-то. Не преувеличивай, Вильмар. О, это же капитанка военкоманды плохая компания. Подтирать задницу. Прости моим стражникам эти причитания, ведьмак. И позволь мне перейти к делу. Как ты, вероятно, уже знаешь из объявления, предложение у меня довольно нетипичное. Видишь ли, ведьмак, я люблю дикую природу. А в Туссенте живёт несколько видов животных, которые нигде... Найдём их и зарубим, как того серебряного Василиска. Я бы хотел, чтобы ты сопровождал меня в путешествии, которое их сохранит на века. Ну да, и защищал бы меня, если вдруг что пойдёт не так. А то стоит мне хотя бы поцарапаться. Мои отважные защитники тут же донесут жене моё безрассудствие. И тогда судьба моя будет плачевна. Прежде чем я соглашусь, расскажи хоть что-нибудь. Куда мы идём? Что именно мне нужно делать? В целом, восхищаться фауной и флорой. Я же при случае постараюсь что-нибудь... Ты очередной художник или поэт? Кто ты? Чё ты делаешь? Да, вот. Видишь ли, у меня тут такой аппарат... Фотик первый. ...который запечатлевает образы. Парите-самак? Парите-что? Ну, такой как бы переносной мегаскоп. Он ухватывает события и превращает их в иллюзию. Магический полароид. Позже пишу картину. Мэджик полароид. То есть, ты предлагаешь пойти с тобой, разглядывать зверюшек, цветочки и... Да, в целом всё верно. Только сперва ты должен выследить тех существ, которых я хочу запечатлеть. Блядь, выследить. Там я только примерно представляю, где их логово. Ёб твою мать. Ну, и если что-нибудь пойдёт не так, у нас в загашнике будет твой меч. Ну как? Согласен? Ну, я в этой игре ебанутых-то повидал. Одним больше, одним меньше. Чё дают? Девольно необычное задание. Не могу не согласиться. И потому предлагаю весьма достойный гонорар. Сейчас стражников удар хватит. Прошу назвать конкретные цифры. Нет-нет, пожалуйста. Прошу. Просто скажу. Пф, 200. 300? Это максимум? Это, блядь, солидный гонорар? Да я за минодельный больше получаю. Ладно, давай вот... Замечательно. По рукам. Блядь, говно. Квест, походу. Задание вроде нетрудное. Я бы взялся за что-нибудь приятное для разнообразия. Ну, может, карту для гвинта дадут ебать. В таком случае, вот карта. Для гвинта. Перед приездом я поспрашивал местных охотников. Попросил определить места обитания существ, которые меня интересуют. Чуть такое, блядь. Всё отмечено на карте. На бересте, что ли, нарисовали? А? Будет их проще выследить. С гугла нету снимка? Подождём до утра. Мне, видишь ли, нужен хороший сега. Ай, блядь. Я пока пауков пойду в гонорар. С удовольствием послушаю какие-нибудь ведьмачьи истории. Ну, пауки, значит, подождут. Расплодятся там сейчас как следует. Ну что? Попадаемся в путь. Свет идеальный. А, ну ты и чудила, блядь. Я даже знаю, откуда ты приехал. Чё нахер такое, блядь? Вот что это такое? Куда идти-то, ёпта? А. Слава богу. Раз уж карты у меня, позволь, я пойду вперёд. Так, ну чё, пошли. К логову пантер. Так, в жопу свиту. Он уже сказал, почему не хочет со всей своей свитой. Ты шутишь. Вырваться из-под крыла охраны – истинное избавление. Очень они меня оберегают. Я предпочитаю любоваться животными, увековечивать их. Сука, он медленный. Открывать из ложного страха за собственную жизнь. А если животные нападут? Тогда у нас и правда не будет выхода. Вот я чувствую, что ты прилично обосрёшься в течение этого квеста. Так, против зверей. Вот он. И незачем их провоцировать. Это для меня очень важно. Да-да. Провоцировать. У них чё тут в Тусенте зоопарка нет? Вот чё ему надо-то? Это напоминает мне Парк Юрского периода третью часть. Да любую часть Парка Юрского периода напоминает. А, я понял, что мне надо делать. Вот, мне надо успокаивать зверюшек, наверное, чтобы он их посмотрел. Ёпт, твой в натуре медведь. Постарайся, если возможно, не проливать кровь. Да, медведя тоже будешь рассматривать. А, Герой, спасай! Всё. Может, домой пойдём? О, бля, ёпт, твой натуралист. Ошеломление. Да. Но не дружелюбие. Сука, из-за какого-то, блядь, олигарха медведя убивать приходится. Ёпт твою, ну и работа. Бедный Миша. Мне жаль тебя. Здоровый, сука, был. Так, где мой Акси? Пойдём. Слышите? Это пантеры. Откровенно говоря, ничего не слышу. Чувства мои не так развиты, так что я просто доверюсь тебе. Да, сними эту хуйню, может, услышишь тайна. Пошли, коробкоголовый ты мой. Вон, багирочка, смотри. А вон, маленькая пантерка. Она кого-то за хуй вертела, смотрите, кровища. Браконьеры. Похоже, раз ставили силки на медведя, попалась пантера. А-а-а. О, посмотри, малыш. Ты поможешь его матери? Попробую. Но сперва её надо успокоить, иначе она на нас бросится. Выйдет прекрасный... Отлично. Выйдет прекрасный... На бусинку на моё похоже. Выйдет сердца. Этот образ... Порестись и макростревожил зверей, надо отсюда убираться. Ненавижу браконьерам. Согласен. Что ты разделяешь мою любовь к животным. Те ещё пидорасы. Поддерживаю. Бедного последнего белого носорога в итоге двое негров с автоматами охраняли. Тихо, 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 болван. Да, но... Оленёнок Бэмби тоже, наверное, хотел увидеть свою маму. Дикая природа штука такая, блядь. Хуй поймёшь, кому там помогать. Человек из города у тебя очень широкий круг интересов. Ох, и правда. Интересов у меня порядочно. Вина, природа, живопись. Шлюхи. Мне кажется, ведьмачья жизнь, при всём уважении, несколько более монотонна. Это верно. Но скучно никогда не бывает. А я вот вообще не представляю, как бы я возился с одними и теми же существами. У тебя есть жена? Да. Ну и как ты с этим существом возишься? Ну зачем, просто так спросим. Существо. А скалопендроморфы? Бля, вот этих надо уебенить нахер, они меня бесят. Вот это херовые существа. Тут Акси не поможет, наверное. Чш, слышишь? Это они, скалопендроморфы. Они роют туннели под землёй и при этом издают очень характерный звук. Так мы их и выследим. А чё же они не нападают? Заяц, беги, заяц, беги, блядь. Это, блядь, дрожь земли какая-то. Это гробойды эти, как его, шринкеры. Как их там ещё называли-то? Да, гробойды, гробойды. Гробойды черви, жоповзрыватели, задовзрыватели, это прыгучие, а шринкеры, это летающие, по-моему. Здесь звук громкий и чёткий. Должно быть мы у самого гнезда. Мы на месте. Хм, да, но хороший план отсюда не поймаешь. Да иди в гнездо залезь. Место получше и более безопасное. Ступай осторожно. Скалопендероморфы очень чувствительны к звукам и к вибрациям. Их легко разбудить. Это инсектоиды. Их легко разбудить, и они те ещё гандоны, согласен. Вот это, да, нет, нет. Да. Идите разозлить. И да, тут уже успокаивать нахер их не придётся, походу. Ты заебал, то тебе видно, то не видно. Так мне бегать или не бегать? Да бегать, конечно. Тут, знаешь, полгода может торчать. Вот, на камушке точно. Давай здесь. Расстояние подходит, свет вроде тоже хороший. Да, просто идеально. Так чё ты там-то стоишь? И что? А мне их сагрить пойти? Отличный план, придурок. Ты сможешь их вытащить? Охуенно ты придумал. Надо подумать. Надо заставить землю вибрировать. А, да не вопрос, смотри. Попробую бросить бомбу или наложу знак. А ты смотри, ближе не подходи. О-оу. Прекрасный день, чтобы ловить события. А, но я гнёзда уничтожил. Прикольно получилось. Я думал, что всё. И заяц там бегает. Я не благодарю, это было воистину великолепно. Можно идти дальше. Да, а гнёзда облутать, нет? Потрясающе. Дух захватывает. Благодарю тебя. У меня к тебе ещё одна просьба. Я хотел бы увидеть брачные ритуалы местных павлинов. Говорят, есть стая где-то неподалёку. Сходить можно, но о брачных ритуалах лучше забудь. Они закончились месяц назад. Ммм, ужасно. Я так надеялся увековечить их во всей красе. А если павлины не захотят показывать хвост, можно с ними что-нибудь сделать? Раздразнить их как-нибудь? Чтобы они тебя трахнуть захотели? У меня хвоста нет. И отрастить я его не смогу, по крайней мере, в ближайшее время. Я скорее думал о ведьмачьей магии. Вы ведь, говорят, умеете воздействовать на простых существ? Ну да, можно попробовать. Но ничего не обещаю. Так Аксий наоборот же успокаивает. Я больше ему не прошу. Не знаю точно, где стая, но один охотник указал мне пару мест, где они могут быть. Сейчас все отвечу. А, бля. Давай искать павлина. Чудны дела твои, господи. Мать твою так. Блядь, там олени скачут. Чем колопендраморфы их не хавают? Они что, веганы? Я вот думаю, почему павлины? В натуре. Моя дочь очень их любит. Я хотел сделать ей приятный сюрприз. Почему ты идешь так далеко? Вообще, я видел одного павлина там в винограднике бегу. Мы уже близко. Смотри в оба. Ну, в реале я тоже павлина видел, конечно. Не так круто, как в мультиках он выглядел. Сильно похоже. Силой из павлины гуски с кожным салом. Павлин потерял его недавно. Запах у сала очень характерный. По нему мы стаю и найдем. Ведьмак заработает. Как это замечательно. Из павлини гуски. Блядь, вы слышите эти мерзкие звуки? Это павлины-то корут? Мерзость какая. Как будто гуся жрать просит, блядь. С утра. Вон они. Сейчас как нападут, блядь. О, фоткай, фоткай, блядь, пизду. Ты слепой? Ебаклак. Ого, это будет шедевр. Улыбочку. Я с ним. Да. Зараза, берегись. Блядь. Скалопендроморфой. Павлином сейчас пизюлей вкатят. За нами приползли. В сторону. И чё? Я с ними что драться должен? Да что за ёбаный насрал? Какая слепота, нахуй. А он их фоткает? Скалопендромерсио. Создание. Её не жалко. Нафоткал хоть, как я там героически, героически мечом махал? Так на Коноплю похоже эти листья пиздец. Пипец. Конопелька, блядь. Ну тогда Тусен был совсем бы сказочной страной какой-то. Там бы не вино пили, походу. Возвращаю вашего господина в целости и сохранности. Благодарствую, мастер. Видите? Нечего было бояться. Спасибо, что позаботился о его светлости, ведьмак. Эта вылазка явно пошла ему на пользу. Он даже как-то ожил. Погоди минутку, Геральт. Я схожу за кошельком. И мы урегулируем финансовые вопросы. Интересно, почему охрана в чепчиках? Ко мне можешь не подлизываться. Ожил от чего? Ожил? А было что-то не так? А он не рассказывал? Десять лет назад Клариса, дочка его, упала с коня. С тех пор она прикована к постели. Ходить не может. До того случая она была эдаким шаловливым чертенком. Каждый уголок дома она заполняла радостью. Граф часто брал ее с собой. Она тоже зверье всякое любила. Понятно. Теперь эти его экспедиции, точнее образы, которые он привозит, это для нее единственное окно в мир. У меня все впереди. Может, когда-нибудь? Ага. Хорошо. Вот твоя награда. Спасибо. У меня к тебе еще одно предложение. Я собираюсь устроить выставку своих работ. Ну, друзья. Может, зайдешь, если окажешься поблизости? Почему нет, если это по дороге? Замечательно. В таком случае приглашаю в гости. Я остановился здесь, у друга, рядом с деревушкой Франко-Лад. Я буду. До встречи. Ништяк. Все нормальненько. Так, ну что, блин. Походу, продолжать собирать ведьмачье тряпье и чистить пещеры от мандовошек будем уже в следующей серии, потому что время, время милости в играх. Согласно вашим пожеланиям, мы остановили, где находятся места обитания существ, как глава гильдии. Ну, это понятно. Это письмо от охотников. Ничего тут, скорее всего, интересного нет. Так что, на этом все. Ну, что, не такой плохой квест. Даже немножко с грустноватой подоплекой, скажем так, ой, еще краски. Так что, вот, что за седло-то хоть? Эй, а где седло? Девяносто. Моя девяносто. Ха, ну это-то помощнее, по-моему. У меня, у платвы, у моего седла Равикса нету наголовника у платвы. Ты где вообще кляча? Видите, вон какая у нее нагривник какой. Это просто конь, блядь. Конь одного из всадников апокалипсиса уже какой-то, а не платва. Да. Седло Равикса, конечно. Ну, все-таки чаще я вижу жопу платвы, чем ее голову, поэтому пусть скачет под этой сбруи. Ладно, продолжение следует. Что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите, и все дела. Субтитры сделал DimaTorzok